Добрый вечер! Вот опять мы с вами в очередной раз встретились. Я думаю, что мы будем регулярно эти встречи продолжать, но теперь один раз в неделю, каждую пятницу. Поэтому каждую пятницу можете приходить навстречу со мною. Сначала я хочу ответить на вопрос. Очень такой любопытный вопрос. Разъясните, почему вы советуете с сущностями разговаривать? Именно языком. Ведь общение происходит на уровне телепатии. Ну, что сказать? Начнем с того, что я никогда и нигде не советовала общаться с сущностями. Ни с какими сущностями разговаривать я не советовала, не советую ни в коем случае общаться. потому что не знаете, на какую сущность вы попадете и что вы в результате в итоге получите. Ну, здесь получается так, что я, наверное, очень недоходчиво объяснила. и, наверное, может быть, не только тому человеку, который задал мне этот вопрос непонятно, но может быть и другим. Что значит? Разговаривать именно языком. В смысле, я так понимаю, речь употреблять. Но если мы с вами, ну, те, кто знает, что такое телепатия, то телепатия тоже точно так же пройдет на речи, тоже речи, тоже слова. Человек привык общаться с символом. Человек не может общаться иначе, потому что смысл общий недоступен человеку. И человек общается всегда на базе символов. Что такое символ, я хочу сказать? Ну, слово, это же символ. Буква – это символ. Руны – это символ. То есть символ – это любая рунизированная мысль. Любая рунизированная мысль является символом. И каждый человек живет в реальности своего сознания. То есть каждый человек живет в реальности, созданной в своем сознании. И это приближено к действительности настолько, насколько позволили возможности биокольца, то есть биологической системы генетические и возможности разумной основы. Поэтому люди очень часто не понимают друг друга. Особенно сейчас. Если в советское время у нас были какие-то общие такие правила, общая социальная система была отлаженная, и наша ассоциативная логика все-таки была как-то приближена друг к другу, то сейчас все разрушено, и поэтому каждый взрастает в своей реальности и непонимание становится еще больше. Как мы уже говорили, фундаментом сознания человека является данная ему генетически от матери и природы инстинктуальная логика и логика характерных качеств. Эта логика его единяет со всей Вселенной и на базе этой логики идет взаимопонимание со всем миром. Далее, когда человек рождается уже, у него начинает сразу же выстраиваться логика ассоциативная. То есть он получает ассоциации этого мира, которые закрепляются опытом в его сознании. И ассоциативная логика, опять же, у каждого человека разница. Даже, скажем, близнецы, которые воспитываются в одной и той же семье, в одних и тех же обстоятельствах, ассоциативная логика у них все равно отличается друг от друга, потому что у них разные возможности разума. И поэтому людям, конечно, очень тяжело понимать друг друга. Бывает вот так, разговаривают два человека. Вот, скажем, один товарищ рассказывает другому, скажем, Иванову, какое-то событие, о чем-то его предупреждает, что-то ему говорит, тот пивает головой, все понимает. Потом этот человек, Иванов, передает Петрову эти сведения. Петров встречается с тем первым человеком и начинает ему говорить, что вот он такую информацию получил, что он сделал. И первый человек, недоумевая, говорит, да я вроде такого-то, я не так говорил, я говорил совсем по-другому. Наверное, вы в жизни с этим часто встречаетесь, когда люди не совсем понимают друг друга. Потому что все-таки у каждого свой мир в сознании, и каждый свой мир выстраивается образно уже своим ассоциациям, своему опыту, ну и окружающим его обстоятельствам. Вот. Поэтому я хочу сказать, что, наверное, действительно, не все понимает так, как говорит рассказчик. И я прошу, конечно, задавать вопросы, чтобы понимать яснее. Наше сознание, наше сознание так устроено, оно еще находится на достаточно примитивном уровне. Да, мы действительно на базе инстинктуальной логики связаны со всем миром, со всей Вселенной. И каждый человек представляет собой такой силовой узел. И не только человек, а каждое самостоятельное животное, существо отдельное, животное, оно представляет силовой узел в той логике процесса, в которой он рождается и живет, то есть в той системе, частью которой, элементом которой он является. Вот, например, почему люди высшего развития не должны поедать животных, потому что они понимают, что все животные в итоге это эволюционирующие уже, эволюционирующие особи, эволюционирующие системы. И человек, являясь на вершине этой системы, представляет собой по отношению к ним как бы Бога. Но меня спрашивают, а как же растения? Почему человек ест растения? Почему это же тоже вроде бы как элементы? Нет. Растения – это не элементы. Растения – это структурные компоненты нашей планеты. Так же, как волосы на голове нашей, например, растут. Так же, как молоко матери для того, чтобы выкармливать дитя. Точно так же, деревья, плоды, которые растят на деревьях, они как молоко матери, они как раз вот и должны питать человека. Вообще, человек в будущем, когда он усовершенствуется, если он останется, конечно, потому что сейчас такие проблемы встали, что, возможно, человечество как таковое аннулирует само себя. Тот путь, на который встало всемирное правительство, начиная с сегодняшних событий с коронавирусом и с дальнейшей типизацией всего населения и как они хотят уничтожить большую часть населения, это приведет к полному уничтожению вообще всего человечества, потому что на самом деле есть еще и другие силы. Не те, которые их двигают, но есть еще другие силы, которые, собственно, водворяют порядок и восстанавливают силу великого закона здесь, на планете. Поэтому чем больше вы будете знать о великом законе, чем больше вы будете использовать его силу и в себе выстраивать, собственно, гармонию, тем неуязвимее вы будете для этих темных сил. Я потому и стала вести эти беседы для того, чтобы помочь вам защититься и выстраивать гармонию в себе и в окружающем мире. Чем больше людей будет практиковать эти знания, тем быстрее восстановится сила великого закона, потому что боги, как я уже говорила, никогда не нарушают свободную волю. И каждый человек проявляется сам по той мере ответственности, которую он имеет. Как я уже говорила, эволюция человека – это необходимое действие для Вселенной, потому что в человеке эволюционирует сам бог. И меня спрашивают, для чего тогда нужно такое большое количество людей, почему, зачем это нужно. Это нужно для того, чтобы получать индивидуальный опыт и этот опыт, собственно, человек берет из процесса той действительности, в которой он живет. Человек как бы вытягивает эту энергию, знаете, как это можно сравнить, как из кудели ткется нитка. Вот точно так из нулевой энергии, из энергии системы, в которой человек рождается, он ткет свое сознание и ткет узор своего сознания. и получает опыт. То есть он перерабатывает материю, его питающую, в сознание. То есть разум рождается, помещается на самую нижнюю область, с которой он начинает познание этого мира. И он таким образом переводит энергию низшего порядка в энергию высшего порядка. И поэтому для Вселенной важен опыт человека, который он получил в процессе всей жизни. Действительно, мне кажется, я уже в первых говорила в беседах, что о том, что хорошо вести себя, когда все, собственно, хорошо. Как только начинаются такие обстоятельства, выходящие за рамки обычных, вот тут и проявляется, собственно, природа человека и его степень, его совершенство. Поэтому боги, они вмешиваются в этот процесс, давая полностью показать человеку самому себе, кто он есть и что нужно делать для того, чтобы видоизменить себя. Вы знаете, ну как можно сравнить? Дети, родители умеют ходить. Они ходят, бегают. А дети маленькие, они научаются ходить. И если они не научатся, они не смогут ходить. Поэтому родители не могут таскать их все время на руках или на загривке. Но дети должны сами учиться ходить. Вот так и мы учимся сами в этой действительности правильно поступать, правильно жить. Но для этого мы должны знать моральные принципы, мы должны знать основы основы великого закона. И если мы с вами вспомним всю историю человечества, то эти основы давались, как правило, в религиозных догмах. Вот, например, все знаете Нагорную пробь Витисуса, его кодекс, который он дал людям. В советское время тоже был тот же самый кодекс строителя коммунизма. То есть даже самый дурной человек, он все равно знает, что такое хорошо, что такое плохо и маскируется, как правило, под хорошо. Он прекрасно знает, за что он может получить наказание. Но беда в том, что люди не понимают того, что отвечать-то все равно придется. Придется отвечать, если не перед законом физическим, не перед законом государства, то перед законом нравственности, совести перед великим законом. Отвечать все равно придется. Поэтому все те, которые сейчас разрушают наш мир, которые производят такие страшные действия, которые зашли уже слишком далеко и собираются перевести, сделать механизмами всех людей, механистичными, они все равно за это все ответят, и это будет не вечным. Если бы люди знали, что они есть на самом деле, то, конечно, бы развитие шло более, вероятно, более правильно, без таких вот скачков. Что собой представляет человек? Я уже говорила в прошлый раз, и я так понимаю, что это не совсем было понятно. Судя по вопросам, это не совсем понятно было. Человек представляет собой, как я уже говорила, за родыш Бога, наш разум, это индивидуальная система, это наше истинное высшее Я, истинное наше Я. Что мы можем подразумевать под известным словом душа? По словам душа мы можем подразумевать именно наше инкарнационное сознание и сознание, которое вырабатывается в этом рождении, которое связано напрямую с разумом. Поэтому, конечно, если так говорить, мы знаем больше, чем значительно на тонком уровне, мы знаем больше, чем мы знаем, живя в этом мире, живя этим сознанием. Потому что наше инкарнационное сознание вмещает в себя весь инкарнационный опыт. И этот инкарнационный опыт участвует в мышлительном процессе, давая дополнительную информацию, раскрывая смысл. Так вот, смысл, смысл, это смысл, собственно, находится в ядре Вселенной. То есть, смысл, основной смысл, главный, несет в себе абсолютный разум, абсолют. И он проникает во все уголки Вселенной, он пронизывает всю Вселенную. Вот наша Вселенная, вот посмотрите, как она построена. Вот так построена вся наша Вселенная. Это мир, это антимир. Вот это абсолют, абсолютный разум. Семь планов, семь планов мира, семь планов мира и семь планов антимира представляет собой физический план, физический план нашей Вселенной. Это звезды, звездные системы, различные звездные системы, и, то есть, весь физический план заключен вот в эту, вот фиолетовую, фиолетовую, вот этот шар, в эту плоскость. А в центре абсолют. Абсолютный разум имеет три божественных плана, которые охватывают физический план полностью и мира, и антимира. Точно так же устроен человек по образу и подобию Божьему, правильно, как и говорили. То есть, человек имеет семь планов физического тела, которые известны как чакры, чакровая система, всем, наверное, известно, семь основных чакр человека представляет собой физический план. И каждый план человека отвечает за какую-то область его жизни и действия и его физического существа. Но у человека еще есть импульсное кольцо, разум. И этот разум, этот разум имеет тоже три плана, три божественных плана, в которых как раз и находятся все, эти три плана охватывают полностью человека. Поэтому человек имеет на самом деле не только семь планов, а десять планов. Так же, как десять планов имеет наш мир и десять планов имеет антимир. и сознание это система, которая скрепляет план божественный, то есть разум, и человека скрепляет разум и физическую часть. Человек, как я уже говорила, несовершенен, и поэтому он не может видеть чистый смысл. Но смысл есть во всем. Смысл разлит во всей вселенной, как я уже говорила. И человек даже своего собственного смысла не знает, что он есть на самом деле, кто он такой, для чего он пришел, для чего он живет. Поэтому надо понимать, что человек должен совершенствоваться и по мере совершенствования он начинает этот смысл принимать и чувствовать. Вот мы уже говорили о варнах. Высшие варна это брахманы, жрецы. Они уже могут понимать этот смысл, они этот смысл улавливают и переводят его на язык символов. А вы сами подумайте, вот вы о чем-то размышляете. Как вы размышляете? Вы размышляете на базе ассоциативной логики и словами. Вы употребляете слова, которые вы знаете, но вы мыслите на том языке, родном языке, который вы с детства знаете. Без речи, что бы вам ни встретилось, вы все облекаете в слова. Разве это не так? Поэтому общение с высшими планами все равно люди переводят в речь, переводят в слова. Чистый смысл человек не может улавливать. Особенно если он несовершенный человек, он не может улавливать. Насколько мне приходилось слышать всякие такие рассказки о мистике, когда встречаются с какими-то сущностями, сущностями с ними разговаривают. Даже иногда и грубым голосом, как правило, они с ними разговаривают именно словами, а не слова. И даже если те, которые получают информацию, ченнелинг сейчас очень распространен, кстати, как раз очень сейчас этот канал открыт от серых и людям дают информацию, какую им нужно так сказать подготавливают к тому процессу, который сейчас наблюдаем мы. Но даже ченнелинг, все равно же человек слова слышит. Он слышит словами, а слово это как раз символ, это символ, это символика. На базе символики живет все человечество. Поэтому вот это тоже символика. Это символика, это вот символика, выражающая все кольцо великого свечения, всю нашу вселенную. Вот это тоже символика. Это символика, вот этот знак, который вы видели. Это сила, как я уже говорила, этот знак выражает силу великого закона. Это графическая формула, это имя, графическое имя Абсолюта. А вот что такое это янтра. Любая графическая формула это янтра. Янтра это графическая формула, я повторяю еще раз, которая аккумулирует в себе энергию того смысла, который она несет. Это янтра. Мантра это тоже символ, это уже звуковой символ. Она тоже аккумулирует в себе энергию и силу того смысла, который она несет. Поэтому, если мы рассуждаем, например, над мантрой великого закона, все в мире должно находиться на своем месте, выражаясь всеобщим множеством, в полную гармонию, то именно сила великого закона будет аккумулироваться в вас, в тех, кто эту мантру читает. Поэтому вот этот вопрос, который мне задали, что мы разговариваем с сущностями, мы не разговариваем, но если такое вдруг получается, мы все равно общение с любыми силами человеку доступно, только если оно расшифровывается языком. Конечно, иногда человек может почувствовать смысл, он может почувствовать смысл, но все равно этот смысл он облегает слова. когда он чувствует страх, когда он чувствует приближение какой-то большей силы, в нем рождается ощущение того, что опасность близка, и все равно он ее облегает слова. Ну, я не знаю, достаточно ли полный, я ответила на этот вопрос, но для того, чтобы понимать смысл, надо совершенствоваться, и по мере совершенствования мы уже этот смысл начинаем расшифровывать и понимать. Мгновенная передача смысла человеку недоступна. Хотя человеку, скажем, очень эволюционно развитому в Махабхарате, например, мы такие вещи встречаем, когда два человека обмениваются смыслом и получают сразу же опыт. Один получает опыт другого, получает опыт друг друга. У нас, к сожалению, пока это невозможно. Мы даже, если и передадим свой опыт, то для того, чтобы этот опыт вошел в нас и стал уже знанием и умением, мы должны эти знания воплотить и хорошо потренироваться. Ну, как мы обычно учимся, ведь есть учебник, дается в учебнике правила, даются эти знания и осуществляя эти знания, мы уже получаем опыт. так что мы действительно с богами общаться, богам с нами общаться очень трудно, потому что мы еще очень развиты, и для того, чтобы с нами общаться, у богов существуют ступени, через которые они могут общаться, как я уже говорила, это наши ведущие. ведущие это тоже боги, но ступеней, низших ступеней боги, которые общаются, которые могут и даже проявиться словами, но чаще всего, как я уже говорила, наши ведущие с нами общаются языком обстоятельств, то есть они нам помогают, то есть наши ведущие помогают найти правильный путь, но путь мы находим всегда сами, мы должны сами найти путь для того, чтобы закрепить его в нашем опыте. Я обещала вам в прошлом беседе рассказать о гипнозе. Гипноз это на сегодняшний день, это достаточно актуальная тема, потому что, например, сугестия, это одна из форм гипноза, и сугестиям мы подвергаемся постоянно, так сказать, в жизни, особенно в СМИ, оно сугестирует людей. Вы знаете, когда мне пришлось, так получилось, я уже рассказывала, что меня пригласили в информационный комплекс поработать, когда мы сломали всю психотехнику, когда вышли уже на нашу защиту Мадары, и меня пригласили, и мне даже так и сказали, мы знаем, что вы связаны с инопланетянами, я говорю, да, конечно, мы знакомы с ними, вот, ну, естественно, предложили мне работу, предложили квартиру, предложили хорошую зарплату, но я уже достаточно хорошо была образована, культно, поэтому я сказала, что я могу работать только на общественных началах, поэтому была создана Академия энергоинформационных наук, я стояла у истоков этой Академии, собственно, как я уже говорила, энергоинформационная наука, или как инеология, инеология, этот термин был выдан, предложен Ханцевером Ферьезом Рахимовичем, это генерал, ученый, генерал СВР, ученый, который предложил, он занимался этим, он, кстати, как раз мы с ним очень долго до этого общались, и он знаком был с нашим учением, и вот так вот появилось новое направление в науке инеология, и была создана Академия энергоинформационных наук, которая просуществовала весьма недолго, с концом Советского Союза она прекратила свое существование, и собственно как раз эти опыты, о которых я вам рассказывала в предыдущих беседах, мы совершали на базе этой Академии, то есть изменение полураспада частицы. так вот что интересно, данные такие, которые я тогда узнала, что 85% людей сагистируются просто с каналов СМИ, то есть по телевизору, с экранов телевизора, радио, то есть со всех средств массовой информации, А те, кто не захватываются, то с ними можно вести индивидуальную работу и тоже направлять их в нужное русло, так как считают нужным. Вот. Поэтому как это происходит, почему, то есть что такое вообще гипноз? Вы знаете, с гипнозом я познакомилась так по интересу еще в Новои, когда жила к нам, приехал гипнотизер, который выступал в Доме культуры в Новоинском, естественно, собралась очень много народу, я тоже туда, мне тоже было интересно, этот гипнотизер был, ну, не сказать, чтобы очень сильным, как я теперь понимаю, он сказал всем сцепить руки за головой, и те, кто не мог расцепить, они уже вышли на сцену, и вот он там с ними проделал всякие смешные вещи. Меня тогда это очень заинтересовало, и поэтому, когда учитель пришел, я поинтересовалась, что же это все-таки такой гипноз. Самое интересное, что люди, занимающиеся гипнозом, сами не понимают его природу, они сами не знают, что они делают, они не знают, как это действует, у них получается, и все, вот они действуют, захватывают человека и заставляют его делать то, что они считают важным. Дело в том, что у человека имеется биологическое поле, как мы говорили, имеются структура, свая структура и биологическое поле. А устойчивость поля человека зависит, устойчивость поля человека зависит от, даже от его генетических данных и от слаженной работы двух систем. Биокольца и импульсного кольца. Как мы говорили, импульсное кольцо это система разума, а биокольцо это наше тело. И оно соединяется промежуточной системой сознания. Так вот, гипнотизер захватывает сознание, отделяя его полностью от личности человека, от его высшей личности. И манипулирует этим сознанием. То есть, он его делает своим. И вот представьте себе, какие возможности заключены в сознании. Что если человек, например, никогда не играл на музыкальном инструменте, и гипнотизер его заставляет, и он играет, и неплохо играет. То есть, он делает такие вещи, которые он в нормальном состоянии сделать не может. То есть, он извлекает, гипнотизер извлекает возможности полностью из его сознания, и сам того не понимая, манипулирует сознанием этого человека. То есть, остается только сознание и мозг. А мозг, как мы знаем, уже это биологический компьютер. Направляя силу разума на поле индивида, гипнотизер входит в его организм, вводит его организм в степень оцепенения. Под гипнозом деятельность биокольца гипнотизируемого полностью зависит от разума гипнотизера. Потому что общим усилием он вторгается в общее поле, тем самым парализуя, то есть, блокирует переход импульсов разума, гипнотизируемого на его биокольцо. Остается только мозг со своей программой, то есть, компьютер. В общем поле он может действовать на биокольцо и на разум в самостоятельности друг от друга из того промежутка, которым эти два кольца связаны. То есть, из кольца сознания. Потому что человек, поэтому человек и не помнит того, что он делал под гипнозом, если ему это прикажет гипнотизер. Разум гипнотизера блокирует сознание и через него действует на биокольцо гипнотизируемое. В принципе, тенденция к гипнозу имеется в каждом человеке. Только она зависит от силы разума и силы поля. Поэтому легче гипнотизировать слабых людей. Вообще все перспективы открываются с познанием поля. Поле как такового. Вообще поле это собственно продукт деятельности ядра разума и сила поля и его величина зависит от силы ядра системы. Вот. Таким образом точно так же действует практически так же но несколько несколько слабее действует на человека и сугестия. Сугестия это тоже одна из мер гипноза. То есть когда человеку меняется сознание человека. В сознании человека вмещается какая-то программа, меняются программы и человек начинает думать уже сообразно на этой программе. И сейчас кстати это очень часто практикуют и особенно это делают хорошо во время ченнелинга человеку ставят меняют программы человек меняется в корне изменяется по-другому смотрит на мир и считает что вот так он и есть. Но такое внедрение в сознание человека и в его природу является преступным и наказывается великим законом. Поэтому ну конечно если человек обращается гипнотизеру за помощью и по его желанию гипнотизер входит для того чтобы ему помочь это другое дело это разрешено законом великим потому что человек сам попросил это по его так сказать воле гипнотизер входит в его сознание поэтому гипнотизер сейчас используется в медицине и в этом преступления никакого нет. Преступления там где это делается насильно где внедряются насильно в систему человека внедряют в него свои программы разрушительные программы вы знаете если так разобраться то даже то что в народе называется порча это то же самое как и гипнотиз когда в человека запускается программа на самоуничтожение это и есть порча она в общем-то снимается с помощью великого закона и с помощью наших мантр вы это сами можете делать вы можете сами себе помогать таким образом если вы научитесь работать со знаком то есть то что в народе называется порча сглаз это все действительно существует сглаз это тоже программа это плохая мысль мысль недобрая которая как иголка входит в поле человека в поле человека и вызывает там раздражение и смотря какой сглаз иногда бывает такой который дает просто заражение и человек может даже и погибнуть от этого бывает такой сглаз поэтому от этого очень хорошо предохраняет ношение знака ношение знака на себе ношение закрытие как я уже говорила в прошлый раз закрытие помещения когда вы помещение закрываете знаками я еще расскажу вам как одевать на себя знак но сначала я скажу как работает знак вот я уже показывала меня просили еще раз показать это я по-моему в первой беседе показывала только вот это знак великого закона который находится в звезде вообще это называется звезда у нее много имен можно сказать богородичная звезда потому что она восьмиконечная можно сказать но у нас она называется звезда Сорелла был такой дух Сорел который собственно был великий бог что самое интересное когда мы общались с шаманами Якутии и сказали это звезда Сорелла выяснилось что у них оказывается есть такой бог которого зовут Сорелла вот но эта звезда собственно нашей сочной системы вот этот золотой круг я не знаю видно ли вот этот золотой круг ну эту звезду в принципе мы уже поместили в группе кажется и достаточно подробно там уже написали что это значит то есть это солнечная система солнечная система имеет код 8 то есть 8 это закон сохранения и знак изнутри это сила великого закона которую сейчас в наше время именно сейчас проектирует солнце на землю вы знаете когда учитель пришел ко мне в 77 году он сразу сказал что солнечная активность падать не будет что будут образованы большие озоновые дыры над полюсами и начнется таяние полярных шапок вообще он сказал полярные шапки сойдут так что будем ждать этого момента когда они все таки сойдут что начнется сухая возгонка льда лед будет подниматься в астрал омывать его а в итоге потом обрушится потопами на землю и сейчас смотрите столько тонн уже миллиарды тонн льда материкового тают и океан пока еще не поднимается разве это не заставляет подумать почему столько тает льда и не поднимается мировой океан вот так вот сила великого закона такова что закон все ставит на место поэтому когда вы носите на себе этот знак я уже это говорил в первой беседе вы проектируете в себя вы принимаете в себя этот знак аккумулирует в себе силу великого закона и эта сила помогает сохранять гармонию вашей природы этот знак можно делать на металлических пластинках вот например можно делать вот так в виде кулончика не знаю видно смотрите с одной стороны это общий знак с другой знак боевой как мы говорили абсолют то есть вот этот знак вот этот знак который собственно и отражает агрессию если у этого знака мантра все в мире должно находиться на своем месте выражаясь всеобщим множественным полу гармонию то у этого знака великий закон в силе действия действия в пределе закона великий закон в силе действия действия в пределе закона если вы эту мантру будете вот сейчас бы очень хорошо было, если бы каждый человек, зная этот закон, каждый человек по 108 раз в день читал мантру великого закона, он бы очень сильно способствовал способствовал бы восстановлению этого закона в нашей действительности. Для того, чтобы ослабить эту хватку темных сил. И даже в борьбе с этим коронавирусом это бы очень пригодилось, если бы каждый человек 108 раз читал мантру великого закона. Великий закон в силе действия, действия в пределе закона. И следующее. По великому закону зло, направленное в природу, вернется к тому, кто послал, с той же силой. То есть, если вы носите на себе этот знак, с вами встречается какой-нибудь недобрый человек, который хочет вам причинить зло и причиняет его, не думая и не чувствуя, что вы защищены, этот знак отражает это именно этой мантры. По великому закону, зло, направленное в природу, вернется к тому, кто послал, с той же силой. Поэтому на знаках, которыми вы хотите закрыть жилище, вы пишете именно эту мантру. то есть, вот здесь вы пишете великий закон в силе действия, действия в пределе закона и по великому закону зло, направленное в мой дом, вернется к тому, кто послал, с той же силой. Или в мою семью. Или в мой род вернется к тому, кто послал, с той же силой. Таким образом, вы защищаетесь. Очень хорошо, если вы, приходя с работы, конечно, или с улицы откуда-то пришли и даже просто в конце, сейчас в основном все сидим дома, поэтому времени достаточно, можно просто сесть перед знаками и почитать эти мантры, почистить себя таким образом и свое жилище, свое пространство почистить от навих, негативных всяких сил и всяких негативных воздействий. Очень хорошо этот знак, можно сделать просто вот такой знак, вот такой знак не полностью звезды Сорелла, вы можете сделать просто этот знак, а на обратной стороне этот, и поставить этот знак, его можно ставить на компьютер, его можно ставить на телевизор, чтобы он экранировал, двадцать пятый кадр, или ту наслойную информацию, которая идет с телевизора. Ведь мы же получаем, очень часто сублимируются передачи, и эта сублимация снимается этим знаком. Это проверено уже. Это проверено уже и в военном промышленном комплексе, и нами уже в течение всей этой жизни, уже всех этих десятков лет, которые прошли с тех пор, это все проверено. Это действительно так снимается, сублимация со всех передач, которые идут по телевизору. для того, чтобы остаться самим собой, эта защита просто необходима. Еще я хочу вам рассказать, как одевать на себя знак. То есть этот знак можно одевать на себя, на процесс, на дом, на квартиру, на любого своего родного человека, да на любого человека, кого вы хотите оберечь, кому вы хотите помочь, вы можете одеть этот знак. Потому что это не есть нарушение закона, потому что наоборот, вы привлекаете к нему силу великого закона, который вы будете защищать. Знаете, это было очень интересно, когда мы продемонстрировали, как одевается этот знак группе ученых. Я уже говорила, что в 80-е годы ко мне приходили на лекции и занимались, учились у меня такие ученые, как Ахатарин, как Анатолий Федорович, как Микиша и другие товарищи. Ну, я им рассказывала и говорила. Рассказывала и как раз это был момент, когда я им дала этот знак, механику, как одевать этот знак. И продемонстрировала. У нас в Большево во дворе, но это было время 80-е годы, еще тогда много было, так сказать, покалеченных войной людей, стариков, ходил постоянно такой пожилой человек, который напьется и кричит, ругается, мало там кричит, всех перережу, всех там пережгу, ну, в общем, ужас, что кричал. Я говорю, вот давайте мы на этого человека, как раз он там ходил по саду и кричал, я говорю, давайте вот на этого человека оденем знак. По голосу оденем просто на него знак. Одели мы на него знак. Он замолчал. Молчит. Второй раз одели на него знак, он опять молчит. Когда одели на него третий раз знак, вдруг он разразился совсем противоположным криком. Он начал кричать, люди, я же люблю вас, я кровь проливал за вас, я жизнь за вас отдавал. В общем, понес совершенно обратное. Конечно же, все были очень поражены. Ну, вы сами можете пробовать одевать этот знак, вы сами увидите силу этого и сами получите опыт. Сами получите опыт. Как одевается этот знак. Вот я вам покажу рисуночек. Вот рисуночек. Так, его хорошо видно? Так, хорошо. Да, должно быть видно. Представьте себе сверху солнце. Вот это солнце. Вот оно. Вот это одеваете, как бы энергия от солнца. Энергия от солнца одевается таким колпаком со словами «все в мире». Вот это вот «все в мире». Это вниз. Дальше это поднимается вверх. Это ударяется под ногами. Вот здесь вот эта энергия. Да, только представьте себе, эта энергия не так, как колпак. Вот она одета. Она идет, как душ, сплошняком. Она сплошная идет, энергия пронизывая всю сущность вашу, всю, весь ваш организм пронизывая. Смотрите, он должен быть, на человека он одевается, на ширине, скажем, его плеч, потому что наше поле, оно у нормального здорового человека, оно как раз на ширине рук, если мы руки так вот поставим. Вот. Это значит, вот, все в мире. Дальше. Должно находиться на своем месте, ударяясь под ногами, поднимается конусом вверх. Если это со словами все в мире, то это со словами должно находиться на своем месте. Далее отсюда берется спираль и посолой, 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 посолой обходит вот так вот внутренний треугольник и замыкается на, правильно показываю, посолой, да, посолой, и замыкается на нижнем кругу. Этот купол символизирует силу великого закона. Этот конус это эволюционный закон, который возносит природу вверх, а это опыт богов. Опыт богов. Вот такая символика этого знака. Можете сфотографировать и пользуйтесь. Вы сами увидите как он работает. Но самое главное запомните, что эта спираль должна идти посолой, по часовой стрелке. То есть представляете циферблат сверху и посолой. Посолой. Вокруг себя посолой. Потому что так это и посолой, потому что солнышко так ходит. Именно посолой, посолой, по солнцу. Этот знак все ставит в гармонию. Этот знак можно одевать на все, что вы считаете нужным. На обстоятельства, на процесс, на людей, на детей своих и тех, кому вы хотите помочь. Вот если бы хватило такой силы большой, то можно было бы его надеть и на всю нашу страну. Но для этого надо объединение сил, хотя бы, чтобы одновременно это сделали 12 тысяч человек. Тогда был бы очень большой эффект. Но хотя бы создавайте силу великого закона вокруг себя, в своем жилище. Так, еще раз покажу, чтобы вы запомнили. То есть вот это все в мире, вот это все в мире, это должно находиться на своем месте, выражая всеобщее множество в полную карту. Я думаю, вы мою игру уже запомнили, я ее столько раз повторяю. То есть вы сами пробуете, сами получаете опыт и сообразно этому опыту вы можете это передавать другим. Это можно передавать и нужно передавать людям, сейчас это необходимо, потому что другого более сильного нет. Когда мне учитель дала этот знак, то он сказал, этот знак несет в себе силу всей вселенной. А где найдешь такую силу, которая сильнее мира? Действительно, где найдешь такую силу, которая сильнее мира? А что самое интересное, этот знак персонифицировать никак нельзя, потому что это имя абсолюта, это имя высшего разума, абсолютного разума вселенной. как его персонифицируешь? Это надо стать самим абсолютом, снова стать таким, как абсолют, а это же невозможно. Поэтому сила этого знака непреодолима здесь, и надо ей пользоваться на свое благо. Но хочу предупредить, что это возможно пользоваться только тогда, когда вы сами не нарушаете великий закон. А что значит не нарушаете великий закон? Это значит не уби, не укради. Ну я понимаю, что здесь имеется ввиду нельзя красть у человека, который наработал тяжелым трудом что-то, а кто-то пришел, вот как воры это делают, и украли. Сами ничего не умеют делать, сами ничего не создали, а воруют. Это паразиты на теле человечества. это как раз очень хорошо действует на тех сейчас, кто ворует нашу жизнь, кто ворует нашу энергию, тех, кто нарушает великий закон и разрушает эту действительность. Я думаю, что вы люди все добрые и достаточно честные, нормальные люди, поэтому во всяком случае все, кто этот знак взяли, даже самые, что ни на есть обыватели, они все равно имеют нравственные нормы и великого закона не нарушают. То есть что считается нарушением великого закона? Нарушением великого закона считается, когда вы отбираете жизнь у другого существа, которую вы ему не дали. человек не умеет создавать жизнь. Убийство любое это нарушение великого закона и за любое убийство человек получает карму по великому закону. Мы еще на тему великого закона и насчет кармы поговорим. Я хочу вам рассказать об основных законах мироздания. Немножко сумбурно получается, потому что мне хочется вам сказать многое вместив в малое время. Поэтому я думаю, что я распределю сейчас по темам свои следующие беседы и каждую неделю мы будем встречаться. Задавайте мне вопросы и я буду вам помогать отвечать насколько это возможно. Чем больше людей будут пользоваться этими знаками, тем больше будет сила великого закона идти на нашу земную матушу. Вот на этом сегодня мы и закончим. я сказать,